Жители, потерявшие квартиры в результате взрыва газа, до сих пор не получили жилье. Взрыв бытового газа, напомню, произошел в поселке Преамурском, еврейской автономии в ноябре прошлого года. Тогда 28 квартир признали аварийными. Сертификаты на получение новых квартир правительство автономии планировало получить через резервный фонд России. Репортаж Даниила Маевского. Ударные волны. У меня здесь сын, получается, упал на пол. Слетели двери со шкафа купе. Тоже это все нашумело. Хабаровская семья Гладких купила квартиру в Преамурском год назад. И теперь ее потеряла. Утром 6 ноября на первом этаже дома произошел взрыв бытового газа. Михаил с семьей успели выбежать на улицу, взяв с собой документы и теплые вещи. Региональная комиссия, которая работала на завалах, констатировала, что 28 квартир не подлежит восстановлению. В них проживало около 70 человек. По федеральному бюджету нам положена помощь в районе 10 тысяч на каждого. И на каждого также, членов семьи, по 50 тысяч частично утраты имущества. И плюс жилищные сертификаты. По словам потерпевших, пока в качестве компенсации они получили по 85 тысяч рублей на семью. Сертификаты на новые квартиры правительство еврейской автономии планировало выделить через Федеральный резервный фонд. Сначала срок был обозначен на декабрь прошлого года, потом на конец апреля. Теперь пострадавшим говорят, что вопрос решится не раньше конца мая. Ну, сертификаты уже должны быть подготовлены. Сейчас решается о выдаче их, и чтобы полная сумма была озвучена этих сертификатов. И уже людям, скорее всего, будут, наверное, выдавать. Но сейчас после экспертизы, дальнейшей судьбы этого дома. Аварийными в доме признаны только два подъезда. Еще два жители вынуждены были вернуться, несмотря на то, что комиссия Федеральной противопожарной службы признала, цитата, дальнейшая эксплуатация дома несет высокий уровень риска для жизни. Я говорю, дайте хотя бы нормальный вывод сделайте, чтобы пострадавших, какие-то документы у нас в руках было, что куда-то мы обратились. Сейчас как бы вопрос в том, что они уже хотят разобрать этот дом. Нам выходить некуда. Я даже не собираюсь выходить, потому что выходить отсюда – это отказаться на улице. В администрации поселка говорят, чтобы провести строительную экспертизу, нужно добраться до фундамента дома. Но для этого необходимо переселить оставшихся людей. Пока таких возможностей нет. Всего в доме проживало примерно 150 человек.